Новогодний гала-концерт медиакорпорации Китая познакомил людей по всему земному шару с традиционной оперой из Поднебесной. Одним из ведущих исполнителей на праздничном шоу стал Лоу Шен, который участвует в нем уже не первый год. На этот раз солист сыграл роль Джао Юня, известного полководца эпохи Троецарствия, который жил почти 2000 лет назад. «Мы очень дорожим возможностью принять участие в гала-концерте и готовы ради этого преодолевать любые трудности. Надеемся, что наши выступления на площадках такого высокого уровня помогут прославить китайскую оперу». Лоу Шен продолжает традиции оперной школы, которая зародилась в провинции Джэцзян. Он начал изучать древнее искусство еще в 14 лет, но поначалу у будущей звезды не было даже удобного места для репетиций. «Однажды мы репетировали оперу под названием «Пылающий феникс». Отрабатывая разные виды сальто, я упал на цементный пол и потерял три передних зуба». Но Лоу Шен не прекратил занятия и добился громкого успеха. Три года назад ему вручили премию «Сливовый цветок» – высшую театральную награду в Поднебесной. Несмотря на славу и признание, звездный исполнитель особенно любит выступать в отдаленных деревнях. «Там я чувствую себя более расслабленным и лучше погружаюсь в материал. Я знаю, чего хотят зрители в глубинке и почему мы им так нравимся. Ведь когда-то я был одним из них. Я испытываю к ним особые чувства и часто думаю, что в будущем дети из зрительного зала могут сменить меня на сцене». Лоу Шен и его коллеги в последние годы часто добавляют в постановки современные элементы, чтобы привлечь внимание молодежи. «Моя цель – увидеть, как мои ученики поднимут китайскую оперу на новые высоты. Надеюсь, что будущие поколения смогут создавать более интересные постановки, сохраняя при этом дух классических произведений». Перед китайским Новым годом труппа Лоу Шена совершила турне по Сербии, Швеции и Исландии. Исполнитель надеется, что его искусство помогло сблизить разные культуры.